Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Пришел вопрос, стоит ли убирать третий пасынок, если он уже толстый, такой жирный и красивый. Я решила снять маленький-маленький на ходу видеоролик, потому что этот вопрос актуален и он волнует многих. Вот неделю вы не были на своем садовом участке, приехали, и там, где у вас было запланировано везти томат в два стебля, вот они, раз, два, появился третий. Он уже, видите, набрал цвет, он уже такой же, почти полноценный, и его очень жалко убирать. Как пишет женщина, рука не поднимается, очень жалко, можно его оставить или нет. Я сейчас расскажу ситуацию, в которых можно такой пасынок оставить, но вообще, конечно, если вы решили везти в два ствола, то можно убирать, не жалея, вырезать беспощадно. Но есть ситуации, когда вы оставить его можете. Так, первое. Если у вас благоприятные условия в регионе, если стоит жаркое лето, если томаты прекрасно у вас растут, увеличиваются в росте, если они хорошо цветут, завязывают плоды, вот, например, у меня, смотрите, одна кисть сформирована, так, вторая на кусте завязалась, третья цветет, и если, а, и четвертая, вот, в фазе ботанизации 4, а всего мы оставляем 5-7, значит, если я оставлю этот пасынок, он вполне может еще созреть, потому что мы начинаем завершение роста вершкования 15 августа. Вот в том случае, если у вас благоприятные условия, если прям стоит, ну, тепло, хорошо, все прекрасно, тогда можете рискнуть оставить этот третий пасынок. Это первый фактор. Еще один фактор, который может повлиять, вот, на ваш выбор, оставить или нет, это сорт. Если у вас сорт такой вот, как этот, вот, этот сорт у нас, видите, написано, изящный. Вот мы смотрим, изящный. Плоды по 70-90 граммов, они небольшие, значит, кисти будут формироваться быстро, ну, и тут видно, что плоды мелкие, кистями вот висят, эта кисть уже готова, значит, уже скоро вот эта сформируется, раз он мелкий, тут же третья, четвертая на подходе, пятая. Лишние пасынки на кустах мелкоплодных томатов оставлять можно. Они быстрее формируются, быстрее вызревают, наливаются и поспевают. Все, и вы ничем не рискуете. Так, но если у вас крупноплодный томат, например, я вот вам, вот, нужный размер, от 700 до кило 700, или, например, ботяня даже, 300-400 грамм, даже такие, если у вас сорта, то не нужно оставлять вам этот третий пасынок. Вы сами представляете, что если бы вот на этом месте были не эта мелкота, а был бы вот нужный размер, который должен дорасти до 700 грамм, и есть еще одна кисть, вот она, которая уже завязывается, и есть еще одна кисть, которая уже цветет, и есть еще одна кисть, которая в ботанизации, представьте, и тут еще вылез один нахлебник. Ну, вы представляете, что если мы его оставим, и начнет он тоже формироваться, то вот эти все кисти, которые перед, ну, до него выросли, зацвели и формируются, все, они в росте сразу начнут тормозить, потому что растения начнут раскидывать на всех поровну. Вот, вот этот фактор очень немаловажный. Перед тем, как решить, оставить или вырезать пасынок, который вам очень нравится, который вам очень жалко, посмотрите, если плод крупноплодный, если сорт крупноплодный, вырезайте, не жалейте. Вы сейчас его пожалеете, потом, в конце лета, вы пожалеете, что его оставите. У вас будет несколько кистей несформировавшихся, недозрелых, и будет мало спелых плодов. Короче, оставляя пасынок лишний на крупноплодных сортах, вы отодвигаете срок созревания томатов, срок получения урожая. Все. Вот это маленький видеоролик на тему, стоит ли оставлять пасынок, если он уже вырос, уже толстый и красивый. Пожалуйста, если вот такие томаты, оставляйте. Если мелочь 70-90 до 100 грамм, они кисти быстро формируются, они выше, выше, выше. Ну, там плюс-минус две кисти, ничего страшного. Но если у вас крупноплодные, вот такие серьезные томаты, не надо. Гоните в два ствола, гоните дальше. Все остальное истребляйте, вырезайте, не жалейте. Все. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Все мои статьи, все мои видеоматериалы я там размещаю. Для новичков это будет очень полезно. Каждая мелочь имеет значение в нашем деле, в деле получения богатых урожаев. Если чем-нибудь пренебречь в начале сезона, в конце сезона будешь раскаиваться и жалеть. Все. Набирайте, Ольга Чернова, город Биск, Алтайский край. Добавляйтесь, друзья. Рассылаю все свои статьи, все видеоматериалы друзьям. До свидания. Все лето буду делиться с вами своим опытом. Буду давать вот такие маленькие подсказочки, вот эти маленькие мелочи. Буду вам информировать о том, что нужно делать, а что вроде бы и не нужно во вред. И я думаю, что вы из всего вот этого огородного калейдоскопа что-то для себя полезное все равно вынесете. И помаленьку, помаленьку будете приближаться к получению хороших, богатых урожаев. До свидания. Желаю всем, чтобы здоровые наши были растения, чтобы все наши помидорки быстренько наливались. Такие красотульки я вот пришла обрабатывать. Прямо уже сердце радуется. Хотя начало июля, вот у меня уже по несколько кисточек висит почти на каждом томате. На некоторых есть вообще крупненький. Кстати, я вот как раз продемонстрирую, что на таких сортах не нужно оставлять лишнего ничего. Вот видите уже какие большие висят, зелененькие. Это уже не первая кисть. Первая вон. Вот на таких томатах ни в коем случае не оставляйте лишние пасынки. Это затормозит развитие вот этих крупных, красивых, вкусных плодов. Вот это медовый король. Я его вообще всегда в один, два ствола, не больше. До свидания.